Всем привет, это БытьИнди! Сегодня мы отправимся в опасное приключение в Lost Ruins. Погрузимся в ночной кошмар главного героя Fearmonium и устроим охоту за головами уличных банд в Huntdown. Будем рады твоему лайку и подписке на канал. Приятного просмотра! Lost Ruins – это двухмерный пиксельный сайт-скроллер, в котором вас ждет история юной девушки, которая очутилась в неизвестном ей месте, полностью потеряв память. Под вашим управлением героине предстоит изучить опасный магический мир, стать ученицей волшебницы по имени Беатрис и сразиться с множеством противников, уничтожая их как с помощью меча, так и с помощью магии. Бои в Lost Ruins идут в режиме реального времени, они могут быть быстрыми и тактическими одновременно. Для любителей магии в игре есть множество заклинаний, которые можно применять с помощью волшебных палочек, зелий и свитков. Сжигайте монстров, замораживайте боссов и лечите себя в минуты опасности. Выберите свой собственный стиль игры и создайте уникального волшебного персонажа. Мир в Lost Ruins очень опасен, и чтобы в нем выжить, недостаточно просто вооружиться до зубов, так что вам пригодятся аксессуары. Аксессуары – это уникальные предметы экипировки, дающие разнообразные эффекты. Какие-то могут защитить вас от огня, а какие-то исцелить от отравления. Правильный подбор аксессуаров может открыть множество вариантов прохождения приключений. Блуждая по темным подземельям в Lost Ruins, вы обнаружите, что все вокруг пытается вас убить, но при этом вы можете использовать окружение в свою пользу. Стихии в этом мире реалистично взаимодействуют с другими элементами окружающей среды. Игра вышла 13 мая 2021 года и успела получить очень положительные отзывы. По нашим подсчетам, игра заработала 170 тысяч долларов. Фиармониум – психоделический экшен-платформер, где саспенс переплетается с юмором. Начните игру за обычные неприятные воспоминания и, прорвавшись через самые потаенные уголки сознания Джимми, перевоплотитесь в настоящую фобию. Игра разрабатывается одним человеком, славой Грис, вдохновленным музыкой от Expect a More. Фиармониум является переплетением навыков художника-самоучки, получившего степень магистра психологии. Разработка игры длилась три года. Разработчик редко вдохновляется какими-то играми, так как считает, что такое вдохновение приведет лишь к копированию. Идеи его проектов пришли к нему с помощью поиска музыки, и этим оказался музыкант Гост Мэйн, а именно, на его неофициальный клип на песню Меркури. Что касается самого сеттинга, разработчик решил перенести действие игры в сознание подростка, где мы выступаем в роли нарастающего невроза. По образованию он магистр психологии, и считал, если уж не применил свои знания в не сложившейся карьере психолога, то было бы нелепо выкинуть их на свалку и не использовать при создании игр. Бюджет игры был потрачен на Steam Direct 100 долларов и не больше 20 тысяч рублей на тестирование. О прибыли речь еще не может идти, так как на момент взятия интервью у разработчика игра еще не вышла. Для продвижения проекта бюджет не был потрачен, разработчик сам лично занимался продвижением игры с помощью площадок Twitter и ВКонтакте, куда он регулярно выкладывал какие-то новости по игре. Игра вышла 20 мая 2021 года на площадке Steam и начинает завоевывать внимание пользователей. Дальнейшие планы разработчика — это не останавливаться на этом проекте и не зацикливаться на нем, а двигаться дальше и радовать новыми проектами игроков. Поэтому пожелаем разработчику успехов в его будущих проектах. Hot Down — это аркадный шутер, отсылающий нас к криминальным фильмам 80-х годов, где мы отправляемся за головами лидеров криминальных организаций в надежде получить солидный куш. Вы можете выбрать между стереотипной негритянкой Анна Кондой, бывшим полицейским Джоном Сойером и свихнувшимся киборгом Моумен. Исключая внешний вид, все трое обладают единым набором оружия и приемов. Отличия между начальными пистолетами главных героев — ножами, топорами или бумерангом — минимальны. Протагонист может перемещаться слева направо, подбирать брошенные снаряжения, запрыгивать на платформы и использовать специальную атаку, требующую времени на перезарядку. Выступая против шквального огня противника, персонаж способен прятаться за ящиками, перемещаться между платформерами или укрываться в нишах. Естественно, что враги не упускают возможности воспользоваться всеми преимуществами уровня себе во благо. В конце каждого из 20 уровней вас ждет встреча с боссом. Разработчики создали огромное количество достойных противников, причем каждый выделяется своей фишкой, поведением и характером. Ретро-графика и музыка образуют уникальное сочетание, от которого испытываешь бурю положительных эмоций. И выброс адреналина в подобных играх — один из признаков действительно достойного продукта. Вечер, проведенный за хот-даун, принесет тонну разных эмоций, игра и заставит вспомнить любые фильмы детства и просто подарит веселый геймплей. Игра вышла 12 мая 2021 года и получила положительные отзывы от игроков. По нашим подсчетам, игра заработала около 100 тысяч долларов. А сейчас самое время посмотреть ваши комментарии, которые вы оставляли под нашим прошлым выпуском. Спасибо Юрию за позитивный комментарий и поддержку, нам это очень приятно и рады видеть, что наши выпуски ждут и смотрят. Мы хотим поблагодарить наших спонсоров на патреоне, спасибо Китоканекс и всех, кто нас поддерживает, мы это очень ценим. И теперь по традиции, пишите какая игра вам понравилась больше, самые интересные комментарии попадут в наш следующий выпуск.